Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Бийске боксеры отправили в СИЗО после смертельной драки в баре, что известно о спортсмене и погибшем. Затянуть пояса, почему цены на молочную продукцию в регионе могут взлететь еще выше. Недоступный спорт, излюбленное место барнаульских лыжников вдруг оказалось огорожено забором. Уголовное дело возбудили по факту смертельной драки в Бийске с участием профессионального боксера. Об этом сообщили в Краевом следкоме. Трагедия между двумя молодыми людьми произошла 21 января в одном из местных бийских баров, но о ней стало известно лишь накануне после смерти одного из участников драки. Он умер спустя несколько дней в больнице, не приходя в сознание. По камерам видеонаблюдения видно, что после серии ударов один из посетителей заведения рухнул на пол. Возник конфликт по малозначительному поводу, в ходе которого произошла драка. 32-летний местный житель несколько раз ударил 29-летнего мужчина, отчего он упал и ударился головой. 31 января потерпевший скончался в медицинском учреждении от открытой черепно-мозговой травмы. Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Подозреваемый, как пишут в СМИ, Павел Мамешин. Сейчас он находится в СИЗО. На данный момент идет сбор доказательств для предъявления обвинения. А между тем, в Алтайской Федерации Бокса нашему телеканалу подтвердили информацию о том, что Павел Мамешин является профессиональным боксером. Только с положительной стороны можно было вопросить. Характеристику дать. Не было никаких замеченных инцидентов до этого времени. Сложно говорить. Ну и в принципе вы, наверное, тоже все это видели. Тут говорить нечего. Добавим, Федерация Бокса приносит соболезнования родным и близким погибшего, а наши коллеги сейчас работают в Бийске и общаются с очевидцами инцидента. Подробнее об этом мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. И к другой теме. 130 тысяч лекарственных препаратов для заболевших ковидом поступят в Алтайский край уже к концу этой недели. Поставки ждут в рамках соглашения с Минздравом России. Об этом на Оперштабе сообщил глава регионального здравоохранения Дмитрий Попов. Всего краю на лекарства выделили 125 миллионов рублей. Сейчас, по словам главы региона Виктора Томенко, больные коронавирусом ждут препараты по 5 дней, а то и целую неделю. Новые лекарственные поставки должны привести в порядок оперативную выдачу препаратов. К слову, врачи обращают внимание и на то, что больных коронавирусом зачастую просто нет дома. Поэтому внушительная часть препаратов возвращается обратно в больницу. К слову, сегодняшний день отличился новым антирекордом. В Крае выявили более 3700 случаев заражения коронавирусом. Больше половины заболевших приходится на Барнаул. Продолжим. Жители края могут лишиться молока, что называется, из-под буренки. Согласно приказу Минсельхоза, вступающего в силу с 1 марта, все производители молочки, перед тем, как та дойдет до потребителя, обязаны пройти массу анализов и экспертиз. Многие специалисты уверены, владельцам частных подворьей будет проще отказаться от содержания коров, чем пройти все эти процедуры. Да и цены на молочку и без того недешевую вновь поползут вверх. Подробности в нашем сюжете. Экспертиза в лаборатории Госветслужбы с 1 марта станет обязательной для любой партии сырого молока. К этому прилагаются порядка десятка анализов на качество продукции, которые производителям придется делать каждые 10 дней или полгода. А ведь качество того же молока и так проверяются, согласно ГОСТу, говорят представители алтайского отделения ОНФ. Получается какой-то двойной контроль. С одной стороны, есть государственные программы, есть закон личных подсобных хозяйств 112, который обязывает и меры государственной поддержки реализовывать. Мы говорим о том, что все-таки село нужно сохранить. При этом все, по сути дела, приводит к тому, что идет некая монополизация. И, собственно, даже простая калькуляция показывает, что выполнить тот анализ в те регламентированные форматы, которые предполагает 421 приказ Минсельхоза, в принципе, невозможно с точки зрения экономики. Потому что на каждую партию сдаваемого молока, там в 200-300 рублей я должен только за анализы заплатить. Итог всех этих нововведений очевиден. Малые хозяйства просто не выживут. Такие затраты им не по карману. А свежая органическая продукция до населения доходить не будет. Ну или цена ее станет заоблачной. А ведь цены на молочку, да и не только, уже сейчас буквально опустошают карманы людей, особенно пенсионеров. Я вчера молотку взяла, зашла. Вот знаете сколько? Взяла, значит, сметаны 200-300 грамм, 250 творог, молоко и йогурт. 500 рублей. Пенсию получили, вот купили что-то необходимое и все. И можно зубы на полку ловить. Молочка очень дорогая, очень дорогая. Для пенсионеров особенно. А по продуктам, да и мясо, да все сейчас дорого. Да все цены повысились. И намного. Вы говорите о предполагаемом подорожании молочной продукции, что за каждым таким событием, как правило, стоят интересы крупных производителей, крупных сетей, крупных агрохолдингов. То есть у нас постепенно сворачивается вот естественный процесс конкуренции. То есть если мы говорим о рыночной экономике, вытесняются с рынков мелкие фермеры, мелкие товаропроизводители и замещаются вот именно крупными игроками, которые формируют правила игры под себя. Различными запретительными мерами, различными законодательными нормами, которые они очень успешно научились лоббировать в высоких кабинетах. По словам Юрия Фрица, только государство в силах изменить ситуацию и включить определенные механизмы регулирования, к примеру, на ценах в торговых сетях. Мы не говорим о том, что регулировать надо все, вплоть до услуг сапожной мастерской, цен на билеты в кинотеатры и так далее. Мы говорим о том, что хлеб, молоко, мясо, масло, рыба определенных сортов должна быть на прилавках, она должна быть доступна. Это регулирование торговой наценки у производителей, в том числе снижение определенных издержек в виде где-то налоговой нагрузки, где-то акциза. Экспорт продукции за рубеж тоже должен квотироваться, уверен предприниматель. Конечно, за пределы России производителю продавать гораздо выгоднее, но важнее сейчас закрыть потребности внутреннего рынка. И пока ситуация остается неконтролируемой, цены продолжат расти. Обнадежить людей наш спикер просто не смог. Собственно, и решить проблему с дополнительной проверкой молочки можно только на федеральном уровне. Иначе с деревенским молочком придется распрощаться. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком. А тем временем в Алтайском крае люди потихоньку начинают подворовывать. Видимо, так сильно впечатлились быстро растущими ценами. Пока делают это скромно, без особого размаха. Выбирают по принципу в быту все пригодится. Например, в Барнауле предприимчивая женщина пошла на дело в одиночку. Пока возле подъезда глухая решила надо брать. Несколько секунд раздумий, и вот уже одной левой скручивает уличный коврик. Вслед за барнаульской воришкой решили прибрать к рукам чужое жители Рубцовска. Правда, в этом случае действовали сообща. Судя по этим кадрам, свой поступок мужчины планировали недолго. Такое ощущение, что идея родилась прямо во время прогулки. Зачем им понадобилась декоративная антенна, непонятно. Ясно одно, такой спонтанный улов сильно повеселил двух товарищей. Первый капитальный ремонт спустя 50 лет в 10-й горбольнице на Южном почти завершили масштабные работы, к которым приступили в августе. На ремонт из бюджета выделили 41 миллион рублей. На что пошли эти средства, выясняла Анастасия Наборчикова. Как будто после бомбежки. Так говорят пациенты о 10-й городской больнице. Их фотографии красноречивы, как и отзывы в интернете. Ремонта ноль, не считай разруха, как и во всей нашей стране. Речь шла об отделении неврологии. Но сегодня оно выглядит так. Вместо людей в белых халатах работают строители. Сюда они пришли в августе и уже выполнили 90% работ. Остался лишь монтаж вентиляции, электропроводки и установка пожарной сигнализации. Опасно это все было. Сняли верхние слои штукатурок. То есть, получалось, все стены держались на практической штукатурке. Пришлось все демонтировать, все стены. Конструктив полов изменился. У нас все полноценный капитальный ремонт. Оставили только три несущие стены. А новые перегородки решили возвести иначе. Такой ход позволил расширить реанимацию. Раньше здесь стояло три койки, теперь будет шесть. А на этаже, где расположены неврологическое, терапевтическое и реанимационное отделения, при необходимости смогут развернуть и красную зону. У нас появилась возможность разделить помещение, отделить медперсонал от пациентов. У нас появились санитарные комнаты для сотрудников, где они могут переодеться, принять душ. И, соответственно, этого никогда здесь не было. В целом, на ремонт из краевого бюджета выделили 41 миллион рублей. В этом году добавят еще пять на мебель и оборудование. К слову, главврач здесь работает 15 лет, и ремонт для него – дело привычное. Второй этаж, где расположена женская консультация, тоже свежий. После ремонта сейчас здесь очень уютно находиться. То есть все чистенько, все аккуратненько, все беленькое. Я не знаю, ну просто приятно находиться. На этом стройка не заканчивается. Параллельно в больницу идут и другие ремонтные работы. Добавим, сегодня 10-я городская обслуживает пациентов со всего Южного, а еще с Черницка и, например, Бельмесева. Это более 40 тысяч жителей. И, судя по комментариям, проблем помимо ремонта здесь хватает. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. В нашу редакцию обратились возмущенные лыжники из Барнаула. Любители активного отдыха бьют тревогу. Всем доступная трасса на базе «Белочка» вдруг оказалась огорожена забором. Кто и зачем перекрыл трассу, в этом разбирался Дмитрий Дроздов. На протяжении многих лет любители прогуляться в лесу на лыжах без препятствий выходили на трассу базы «Белочки». Она принадлежит училищу Олимпийского резерва. Однако сейчас нам появился забор, и многие забили тревогу. Конечно, для обычного обывателя не очень-то это прикольно, когда он может покататься на хорошей трассе, которую готовит рат-рак, ну, всего лишь четыре раза в неделю, в утреннее время, там, полтора часа. То есть это, конечно, для любительского спорта, для развития физкультуры в крае не очень. Забор – это не прихоть училища. Так как на трассе проходят тренировки и соревнования биатлонистов, ограждение – обязательная составляющая стрелкового комплекса. У спортсменов есть винтовки. А они, в свою очередь, приравнены к огнестрельному оружию. Как нам пояснили в училище Олимпийского резерва, без забора базу и вовсе могут закрыть. Одно из основных требований к безопасной эксплуатации таких объектов было установлено по требованию Росгвардии. По-другому никак. Нас Росгвардия предупреждала неоднократно, но мы как бы договаривались, что вот-вот деньги дадут нам. Не так давно был случай. На соревнованиях ребенок выбежал на трассу. Произошло столкновение с лыжником. Как итог, мальчик попал в больницу и чудом избежал серьезных травм. То, что хотят кататься, пожалуйста, мы за развитием массового спорта будем идти на встречу в любом случае. Но не стоит паниковать раньше времени. Есть два варианта. Вокруг забора также есть доступная трасса, правда с малым километражом. Второй вариант. Любителям ходить на лыжах администрация училища предлагает сделать пропуск. Оформить его можно прямо на базе и совершенно бесплатно. Там же можно уточнить и расписание. Но когда на трассе будут проходить тренировки или соревнования, все-таки придется подождать. В целях вашей же безопасности. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Памятникам природы предлагают объявить барнаульцы одинокую сосну. Остатки знаменитой Дунькиной рощи, которая находится недалеко от технического вуза. Наша съемочная группа прогулялась с краеведами под кроной старинного дерева, чтобы вспомнить, какой Дунькина роща была в конце 19 века. Вот хорошо бы кафе назвать тогда у сосны лучше всего, да? И может быть появилась бы какая-нибудь новая традиция, загадывать желание. Одинокая сосна, но с богатой историей. Дерево на улице Димитрова – наследие знаменитой Дунькиной рощи. Трудно представить, но в середине 19 века здесь был огромный сосновый лес, пока барнаул не начал разрастаться. В результате к концу 19 столетия в центре города остался небольшой сосновый оазис, который стремительно оброс городскими легендами. Жила была такая девушка Дуня, и по словам краеведов, она была девушкой легкого поведения и изразила сифилисом солдат, за что те, собственно, ее и убили. Прямо на этом месте. Отсюда и появилось название Дунькина роща. Но доподлинно это неизвестно, это всего лишь городская легенда. Есть, конечно, и более романтичная версия. Полицейская хроника начала прошлого столетия гласит, что в этой роще повесилась от несчастной любви девушка Евдокия. Отсюда и название. Изначально это было неофициальное название. На картах даже еще начала 20 века можно видеть название городская роща. Но уже в документах, например, в Барнаульской городской думе, и уж тем более в газетных статьях жизни Алтая, эту рощу уже называют Дунькиной. Несмотря на трагический след, в роще проводили праздники. Это было любимое место отдыха молодежи и детей, но со временем рука человека не пощадила зеленые насаждения. Постепенно Дунькина роща все редела и редела, и смертельный удар ей был нанесен во время Великой Отечественной войны. Ее вырубили на дрова, но самое главное, в роще проводились военные учения по рытью окопов, по метанию гранат, возможно, какие-то стрельбы. И вот во время этих учений корни сосен были подкопаны, и сосны стали высыхать. На месте Дунькиной рощи сегодня кампус политеха и медуниверситет. Последний островок зелени исчез вместе с застройкой Обского бульвара и Первой горбольницы. Осталось всего пару сосен, и сегодня барнаульцы боятся за их жизнь. Живем здесь очень близко, на Комсомольском проспекте. И каждый раз, проходя на работу, я любовалась этой сосной и все время боялась, что в один непрекрасный момент ее спилят. Потому что здесь постоянно велась стройка, была угроза. Но вот каким-то чудом сосна сохранилась. Дунькина роща вам что-то говорит? Нет. На этом месте раньше был целый сосновый бор, ничего вообще не слышали? Нет, я здесь не жила. В городе сейчас от Дунькиной рощи осталось всего две сосны. Одна вот за политехом, другая перед, это вот собственно перед нами. Вот не грустно? Да, конечно грустно, но с другой стороны, ну это же урбанизация, это же какой-никакой прогресс. Краеведы и просто неравнодушные жители признают, сосновую рощу в своем первозданном виде уже не вернуть. Но можно высаживать как можно больше зелени в центре города. Одинокую сосну на Димитрово, говорят жители, хорошо бы объявить памятником природы. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком. Спасти зрение, избавить старшеклассников от вредных привычек и не только. На это способны школьники из Алтайского края. В Барнауле прошел региональный отбор всероссийского конкурса имени Менделеева. В нем свои исследования и разработки защищают школьники. Как дети могут изменить будущее, расскажет Ирина Корчагина. Комната школьника до обеда после кабинета айтишника. 15-летний Михаил Лисовой, разработчик с именем, десятки раз побеждал в краевых и федеральных конкурсах. Уже обладатель патента, а это его очередная разработка. Контролировать факторы, влияющие на снижение остроты зрения. То есть освещенность рабочего пространства, расстояние до монитора в зависимости от диагонали экрана и время общего активного просмотра без изменения положения. Парень почти все время проводит за монитором. Зрение падает. Поэтому и себе, и будущим пользователям приложения прописал напоминалки, которые будут всплывать в фоновом режиме. Когда приближаешься ближе 24 сантиметров к монитору, вот оно. Я установил специально таймер, не сильно большой, около 15 секунд, чтобы долго не ждать. Но вот, выдавление о непрерывной работе. Айти – лишь одно из направлений Всероссийского конкурса имени Менделеева, региональный отбор которого прошел в Барнауле. Медицина, биология, история, краеведение. Часто проекты максимально личные. Например, о свадебных традициях российских немцев. Мне очень понравилось свадебное платье моей бабушки, которое она сшила сама вручную. И все украшения, венок, ленты. Она делала все это сама. Я задумываюсь над тем, чтобы перенять некоторые традиции, когда буду выходить замуж сама. По словам руководителей конкурсных проектов, дети, увлеченные исследованиями, были всегда. И признаются, что нельзя судить об уровне работы по возрасту авторов. Они не то, что довольно глубокие. Дело в том, что там часто используются знания, полученные не только конкретным школьникам, а часто, например, какой-то кружок в течение многих лет собирает какой-то материал по направлению. Часто это преемственные такие работы. Четыре года создавался проект о причинах головной боли у старшеклассников и способах ее профилактики. По итогу у третьей части испытуемых жизнь улучшилась. Облегчающими факторами являются свежий воздух, свежая вода, затемненные комнаты, например, и общение с друзьями. Авторы наиболее проработанных и актуальных по решению жюри проектов представят их в Москве. Однако конкурс – лишь очередной этап, уверены юные исследователи. Так, у Михаила в планах на ближайшее будущее уже несколько проектов. Ирина Корчагина, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!